Как и в любом городе, у нас, конечно же, есть карта, путеводитель, где, еще не заходя в город, вы можете узнать, что же тут у нас есть интересненького. Проходите, пожалуйста. В числе гостей – педагоги, медицинские работники, представители администрации, общественности, родители. В первой части выездного заседания участники совета побывали в детском саду. Во время обзорной экскурсии гостей познакомили с городом профессий, где детей обучают разным профессиям в рамках профориентационной работы. Педагогам также рассказали о важных моментах здравоохранения. Мы пользуемся моделью оздоровления, которая соответствует всем нормам и правилам СанПИН. Мы стремимся к тому, чтобы у нас были оснащены площадки, которые находятся на территории школы. Это прекрасный спортивный зал, это сенсорная комната, где проходит не только непосредственно образовательная деятельность, но и досуги, праздники, развлечения. Далее экскурсия продолжилась в Верхнеказымской амбулатории. Врач общей практики Татьяна Парахина провела гостей по кабинетам, рассказала о работе дневного стационара и физиокабинета, которые востребованы у жителей поселка. Медицинские работники большое внимание уделяют правильному питанию детей, чтобы избежать заболеваний желудочно-кишечного тракта. Как показывают исследования ультразвуковые, что у детей действительно хронические холециститы, застой и желчи. И разговариваем. Часто приводит медсестра школы на прием с болями в животе, а всего надо лишь ребенку было вовремя покушать, чтобы избежать данной ситуации. Дети понимают важность здорового питания и стараются прислушиваться к информации медиков, педагогов и родителей. Чтобы быть здоровым, надо всегда есть полезную еду, а не есть чипсы, сухарики. С утра в школе дают кашу, это придает энергию на весь оставшийся день. А обеды нужно? Ну, конечно, надо. Обед тоже влияет. Первое, второе. Полностью пообедал и в спорт. Эстафету экскурсовода переняла директор школы Нина Степура. Проводя гостей по школе, она пригласила всех в актовый зал, где и началось открытое заседание Координационного совета. Всех гостей приветствовала заместитель главы района по социальным вопросам Наталья Сокол. Она поблагодарила всех присутствующих за большую плодотворную работу по сохранению и укреплению здоровья детского населения и вручила благодарственные письма самым активным участникам данного направления. Верхний Козырский славится своими уникальными образовательными учреждениями, великолепной амбулаторией. Поэтому, естественно, хочется всем коллегам показать это, применительно, практически, вот, рассказать те доклады, которые помогут тоже им, чтобы дети и в других поселках меньше болели. Но при всем при том, что мы понимаем, что у нас везде очень хорошо. Заболеваемость ниже, чем окружная. И мы, в общем-то, действительно везде имеем великолепные условия. Просто Верхний Козырский действительно тут, наверное, такой отличник с плюсом. Поэтому мы хотим воспользоваться их опытом для продвижения в район. В ходе Координационного совета были заслужены доклады представителей здравоохранения и образования. Присутствующие говорили об основных задачах по сохранению и укреплению здоровья несовершеннолетних, о профилактических мероприятиях. Подводя итоги, мы видим, конечно, что заболеваемость, она есть. Изменения со стороны здоровья у детей всегда были и бывают, особенно это в подростковом возрасте. Основные заболевания, которые наиболее часто встречаются среди детей и особенно детей школьного возраста, это заболевания костно-мышечной системы, глаза и болезни органов пищеварения. Активное общение позволило акцентировать внимание на основных проблемах, принять решение по улучшению здоровья детского населения, разработать программы, направленные на приобщение несовершеннолетних, к активному занятию спортом. Инна Бугрова, Дмитрий Слепенко, время новостей, Верхний Казым.